добрый день ребята что сегодня очередная экспедиция у меня коле чемпиона сегодня со мной нету позвонил мотоцикл ремонтировать пригнали говорит буду ремонтировать вечером позвоню и решилась ездить на одно место интересное здесь мы уже были только были там внизу здесь не были приехал чуть-чуть рановато только вот косили поля вот вот там колхозники до сих пор стоят но пока ехал там поле скошено следующие деревня стояла еще одна так здесь хотел спинки покидать ну ладно следующий раз приеду через дня 23 и здесь покидаю сейчас его окрестностях вот там поля ребята скошены съехал только скосили трактористы стоят обсуждают следующее поле косить здесь выкосили да вот и поле они смотрят которая косить еще здесь озеро идет здоровенное озеро в общем под этим озером две деревни похоронены от той деревни вон с той стороны остался тополь только один вот но здесь живет а здесь у нас живет местный житель который здесь родился я его сегодня спросил поля засаживались он говорит все поля садились соответственно поискать здесь можно вот на той стороне травы много а здесь вот они все убрали но и иначе просушить я никогда заберут и будет дня через два и походить по полям дальше здесь тоже можно ходить но здесь растет рожь вот она тоже не убрана пока что здесь ходить не перспективно но можно в будущем мы как-то были вон там с вами на одном видео фокусировать столько долго вот это поля стояда там у вас там еще две деревни было раньше а тут озеро эти поля надо все обходить ладно сюда приедем следующий раз если речка бежала они дамбу поставили вот эту и все перегородили и стало озеро и две деревни ушли на дно но по полям походить можно но ничего сейчас мы другую деревушку съездим там уже все убрано и там походим здесь конечно поживописнее места ну что делать так чего у них за трактора джандиры беларусь один еще один беларусь ну что ребята перейдем по другого места что ребята приехал я здесь деревенька шла сама от нее до поля остались там еще куда дерево не осталось здесь на поле самое высокое место соответственно где-то она здесь располагалась здесь самое высокое место сюда деревень стали на высоте что благо не поступало там ничего так но вот там меня напрягает машинка какая-то сейчас покажу зашкерилась там лесу и стоит не его какая-то мужик ушел в лес я за ним наблюдал один так что не страшно обычно не толпой ездят как шакалы один это не проблема и ушел куда в лес он с пакетом фиг знает еще за тип буду за ним присматривать так ну что начнем здесь мы ходили пчаточку себе беременную подняли монетки его подались но ходил я там вот по нижнюю условно здесь не был ни разу так что сейчас здесь походим по этому склону деревня была большая и на карта 800 года присутствует на 700 не знаю что не обращал внимание вот там он шел екатеринский тракт старый тракт туда уходил приступим разберу оборудование вот ребята первая находка выпала так что тут у нас ой-ой-ой что-то с дыркой 1911 год копейка простреляна или пробитая чем-то вот это да нафига так делать 1911 год копендос ну-ка о дыру продул а кто-то пробил в общем тверстие ну ничего находочка так байки свой за пригорок туда увел немножечко чтобы его с дороги видно не было поставил вон там дорога идет откуда я приехал и туда пошла вот посреди поля там за бугром стоит него леса я сюда немножко не сделал там ничего нету там леса только одни идут все поля засаживались так что сейчас походим по этому полю а деревня стояла вот так здесь где-то вдоль дороги ну и как всегда ни в одной деревне без алкашей не обходится пробочки выпадают от водки от старой звучат не как монеты но все равно похоже так идем дальше травка скошена замечательно там тоже уберут у меня два ее ух ребята что нашел вы не поверите обломок креста ну давай фокусируйся ушко целое лепестки обломаны штурвальчик как мы с колей чемпионом находили я сейчас вообще уехал знаете куда вот мы с колей ездили в другую сторону совершенно я сейчас вообще другую уехал о зря на пинпоинт я гнал ребята в прошлом видео я вам не показал как пинпоинт работает так сейчас я чуть-чуть покажу вот здесь кнопка есть и когда водишь он показывает где пинпоинт вот здесь на шкале нормально пинпоинт работает я поставил реликвии программу не на всех металла вон девочка стоит реликвии на них хожу думаю сейчас нынче на них похожу на этой программе все так жаль не целый вид на чё сигнальчик у нас уйца орел он прослеживается так ушка а ушка нету жаль ушка отлетела орел орел поет песочек ребята галимы вообще люблю по песку ходить все выкошено все четко эх раздолье ходить не переходить только травку выкосили она еще не жесткая фонов нету чайку побольше поставил нормально еще ребята нашел старинную что то ли алюминий то ли фиг знает не помятая свинец наверное пулька так особо снимать нечего однообразные пейзажи ветерок здесь ребята тучки сегодня вообще удовольствие ходить жука какого-то раскопал эй вылазь вылазь давай вот это гусеница на головля пойдет что то ему не нравится что я его откопал эх закапываю пускай спит вредитель какой-то в общем колхозных полей так рещата пробочку нашел так 25 копеек жигулевская это у меня по-моему третья или четвертая пробка а чем они примечательны эти пробки выпускались до 1970 года после 70 уже без надписи просто алюминиевая шла а это до 1970 это кировский пивзавод чем примечательны такие пробки вот это 10 цифра это у нас дата выпуска 10 числа значит раньше пива я не знаю сколько там было срок у него небольшой не было консервантов и соответственно печатали число там я не знаю неделю может 2 кто-то поправит из зрителей меня может помнить старшее поколение вот и коллекционеры собирают календарь из 31 дня 1 2 3 4 5 10 сама по себе пробка это ой алюминиевая ничего не стоит но когда ты наберешь календарь 31 день вот такой пробочек это уже у тебя коллекция серьезная цена 25 копеек БП без посуды это значит было вот пиво да 25 копеек было ну и бутылка я не знаю копеек 10 наверное или 20 мы уже сдавали не помню вот такие находки я их беру приятно всегда с надписями мне уже говорю штуки 4 или 5 их разные циферки попадаются так что если бут у вас берите многие люди коллекционируют календари целые машины по полю ездят походу охотники ко мне не подъезжают на хрен я им нужен куда поехал в лес одни нивы в общем что тут угагоди охотничьи ой что снимают не то обычно подъезжают люди общительные охотники пообщаешься с ними нормальные ребята этот что то не поехал браконьер походу так еще что то нашел о обломок от монеты какой-то 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 рисунок прослеживаться монетка когда-то была старинная старинная но плугом походу разорвало орел вроде прослежатся да ну так что пинпойнтер полежит если его не выключишь начинает кричать ребята у него такая функция есть интересная ну что если потерял так чтобы найти его потом вон от деревни тополя еще остались стоят я там внизу тоже монеты поднимал там сейчас по этой стороне хожу Серега тут перстак серебряный нашел блин такой классный с рубином какой-то ребята шляпу нашел медную решил не выкапывать ой блять не старапался вам показать о о ё-моё ребята помните в каком-то видео такую же штуку находил кто-то мне еще предложил что-то ручка от ножа помните только там это медь вот видно что медная а там какой-то сплав другой немножко был там еще кусочки дерева а тут что о тут между прочим тоже что-то смотрите типа как в том что-то черное уголь какой-то а не лампадка ли это во вторую такую штуковину нахожу интересно что это за фигня ну ладно вот это медная та нет та другой немножко металл был и дырочка для чего-то берем эх хорошо тут что-то есть и охота уже перекурим потом перекусим вот такие еще находочки на поле бывают наверху почти валялся так решил вам показать культиватора походу калик какой-то ребята выпал убитый ой медная что-то оттираться сейчас красное видно что-то что-то написано сейчас я его отмою это ребята 10 копеек 54 года медная почему-то парадокс красная медь что ли 54 в общем так про часы у меня спрашивают вот ребята часы мои тут подсветка подводная не таймер будильник приблуды все покупал на алиэкспресс рублей за 350 на на ничего ношу только на коп ни дождя ничего ни влаги не боятся читаемость отличная удобный информативный дисплей большой вот такие часики иногда грязь под ремешок набиваются только подсветку вам еще показать прикольная такая подсветка неоном все светится будильник орет громко таймер все дела тут все есть что нужно для поисковика компаса разве что не хватает только ну для этого GPS навигация есть вот что касается часов спрашивают что забываю рассказать про них ну что еще дальше бурсок ребята нашел ножи точить штука прикольная но у меня специально точилка есть я как-то показывал в одном обзоре профессионально ножи точить я так бы забрал вещь интересная нужная в хозяйстве литовки видать косили тут когда покос шел потеряли ищем дальше так тот-то браконьер знаете где я его вижу сейчас я вам его покажу вот он там не знаю телефон у меня сможет ли фокусировать беда с этим фокусом я вам потихоньку наезжать он поехал куда-то что фокус то не может сфокусироваться во во поехал куда-то дядька пусть едет ко мне наверно не они ко мне куда-то переезжай в другое место люди тут жили на поле опять черная глина это старая старая глина осколки от старых горшков иногда здесь полоски еще на нем видно всегда обращайте на это внимание на поле значит здесь люди были здесь должны быть находки интересные вон здесь бугорчик у нас такой хороший к нему я продвигаюсь на этой безвышенности что-нибудь все равно стояло на и вот тут деревьешка была здесь везде часто ребята вот попадают такие кольца лежать как правило достаточно глубоко вот звенят постоянно почему как монета парадокс приходится их копать потому что не удивляйтесь когда откопаете такую вещь так ребятки выпала монета три копейки 1882 года лопатой тюкнул по ходу немножечко немножечко на ничего монета не ценная берем берем так здесь это наверное старая селуха была современная уже здесь по боку шла очередной у нас сигнальчик конина не знаю еще как конина довольно часто попадаются есть кромненькая конина есть красивая конина некоторые не знаю что конина это украшение конской упряжи придет полоску на ней что-то написано а там жук опять этот по ходу каждую монету жук свой караулит так почистил я ее немножко так знак какой-то памяти написано еще что-то и тут какие-то пробы или что идут год 1800 в общем что-то есть вот такая штучка не знаю чего это интересная серебро по ходу даже не заржавело чего-то берем какую-то медяшку нашел сейчас вот блесна нет а усы были куда-то крепилась в общем не знаю что за медяшка цвете медь в общем все перекуриваем сейчас ребята есть не хочу беру я с собой две батареи вот такая у меня есть батарейка это вот такой фирмы у меня вместе с зарядными устройствами на ebay купил ebay 860 миллиампер а эта стандартная шла маленькие они и две вот одна сейчас кончилась переставляю вторую заряжаю в принципе если новое так на видео хватает я где-то видел на ebay не 86 миллиампер а улетела у меня в кошелек а видел где-то 1600 даже может может нет так и батарей с собой обычно на куб вожу там зарядка шла я как-то показывал походу пролистав поройтесь может найдете сейчас поменяю а все ребята перекурчик небольшой сейчас ехал из дома когда в этой стране дождь дать был страшный думаю все дороги размыты не проехать будут а когда дальше то проехал а видать полосой прошло и дождя не было нормально квас люблю его в общем сегодня историю расскажу опять про леших веселые ребята или те лешие сам не один раз сталкивался с ними такие существа в общем неоднозначно иногда балуют а иногда и погубить могут если не понравитесь ему а мужик у нас тут был ну что был он есть отставной военный такой солидный дядя горожанин а здесь дача у него о коммуняка отъявленный ни в черта ни бога не верит атеист предосудки Никея не верит вот он потом рассказывал эту историю я в баре работаю там люди выпьют языки развязываются много наслушался вот и вот он рассказывает она же как люди идут в лес змей тут много всяких нечисти все знают заговоры молитвы там пошепчут ну или когда заблудятся тоже пошепчут и выходят не знаю это как профессор боярышников говорит за рамками нашего понимания но факт то что работает зубы люди умеют заговаривать колдуны кругом и этот мужик пошел за грибами нас тут кругом леса грибов и ягод много вот ушел и с концами нафиг он как потом рассказывал ну сначала да я скажу как так дело было ушел все день нету два жена там подняла тревогу милиция там там эти сейчас волонтеры искать его три дня искали он потом сам вышел весь изорванный голоденущий глаза дикие неделю еще не разговаривал не мог ну и так и толком ничего не сказали где он был то а вот мне он рассказал что подупил я когда общаться захотелось мне уже сказал я говорю где был то ты ну правда не договорят что там но ты говорит не поверишь вроде не первый раз иду за грибами вот а раз и заблудился вроде вместо знакомое вроде нет хожу хожу кругами кручусь он говорит три дня блудился слышу что меня ищут по лесу ходят кричат крикнуть ничего не могу внутренний голос говорит молчи молчи погублю и такое ощущение говорит как будто волю отняли у меня фиг знает а я говорю как вышел то а он ничего не рассказал что было там с ним фиг знает что то в общем не договаривают леший в общем его водил а говорят когда заблудишься лешай тебя поведет ну в лесу кто заблудился надо одежду выворачивать наизнанку тогда дорогу сразу отыщешь он уже не силах тебя будут водить по лесу и выберешься так что имейте ввиду я тоже разблудился я вообще заблудился как-то сто на сто метров лес с одной стороны дорога с другой дорога с третьей просека идет высоковольная линия а там жилой сектор вечером уже ночью зашел там стояла будка у нас котенка туда нес думаю котенка занесу да пойду на дискотеку по молодости было в лес зашел все не вышел больше всю ночь я поста метров этим блутал да что ты знаю что можно выйти не могу лес 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 кругом я с этим еще котенком так и спать лег на землю до утра утром проснулся смотрю рядом с дорогой сплю думаю что выйти не мог парадокс вот такой сознание мутится вот такие вещи ребята бывают все поели пошли дальше искать смотрим видно кирпичи валяются да у меня монета вылетела 46 год 3 копейки нормально пойдет где-то там слышно машина едет не могу только за холмом где-то гонят только стоит так что-то выпало сережка походу подвеска какая-то серебро где-то вроде такого что-то что-то в общем интересное сережка походу и не тут не мусорно и чуйку я поставил на 20 самое мощное ничего хожу на реликвиях железо отключено у меня нафиг такое лифония нужно опять выпал советы 3 копейки 3 копейки 29 год многое валяется монеты а у него сохран всегда отличный нормально берем мужик кто-то уехал на джипе на самом высоте стоим вот такие ребята часто в поле находки лемех от плуга отпадывает я где-то вон там тоже еще один видел недалеко отсюда все часто копнул думаю дайте вам покажу таких не копаю вот этого железа полно можно начермить и обогатеть но таскать неохота да и возить меня негде я его на поле оставляю так железо много ребята прямо наверху валялось цепанул металлоискателем она звучит как проволока 13 у меня показывает 14 у меня проволока 14 кажут из-за этого я проволоку копаю что это у нас о 20 копеек 46 год погнутая немножко прямо здесь наверху валялось нормально загнута только молотком надо поправить на самом верху лежит еще выпало так о год только видно 1869 год а че непонятно затертая лысая две копейки походу ну ну лысая год тут остался пойдет здесь на холмике хожу находочки пруд вниз туда ходил там не очень хотя горшки валяются старые старые горшки вообще где-то деньга должна здесь быть но не выпадает на правду сто раз ходили уже выбито все все равно пашут тут травку сеют часть лемеха валяется наверху на самом много железа что-то ребята у меня здесь совдеп попер так это какой год 34 2 копеечки 34 года где империя где золото ладно пусть будет ну че ребят на сегодня все покопали хватит там мило гада выехала на поле по дороге раз меня увидели задний ход сдали заехала сюда и в кусты встала и за мной палит вот а я здесь позицию хорошую занял низина я зашел за бугор они сейчас меня не видят а я их всех тут вижу как на ладони у меня оптика хорошая так что хер знаю что за пассажиры но да и времени уже еще много покопали хорошо поеду сейчас мы заедем еще по пути я там видел где деревня стояла одно поле так и не понял засажено или не засажено сейчас мы зайдем еще глиня если что потом туда съездим покопаемся ну все спасибо что смотрите подписывайтесь на канал ставьте лайки пишите грозные комментарии увидимся ребят счастливо о позицию я занял там они в кусты стали там выезд там дорога идет вот туда вниз а здесь низина меня не видно здесь а то я хожу чуть-чуть наверх и всех вижу он там по верху ходил позиция позиция замечательно они не видят что на технике не знаю кто такие сейчас им стрелем нас во выходить а я сейчас дам газу вау напрямую туда по дороге и все еще ребята вот эта деревня была богатая так где у нас тут вот здесь идет деревушка здесь правда рожь засажена или овес непонятно вот она вот здесь все идет здоровая была деревня сейчас сады остались здесь по полям надо походить здесь я знаю местного жителя откуда здесь родом он говорит здесь богатые дома стояли двухэтажные старинные это осень когда все уберут здесь перепашут походим здесь по полям с этой и с той стороны там здесь стояла деревня ребята так что тут на земле то давайте глянем сорняки одни наверное отдыхают в земле да глянули бы еще просто фокус не работает блин ага еще походу нету не посажено так отдыхает она вот здесь стояла деревушка здесь вот этой дороге не было она была она не такая на цепи не было и вот туда она шла к столбам там картошка посажена там кладуху подняли кто то шурфил туда приехали там траншея вырыта мама не горюй вот и она была вот здесь шла здесь и вот здесь деревушка так что здесь когда не приеду пока травы нету тоже похожу по этому полю ну все ребят спасибо что смотрите всем пока до встречи увидимся а уралу еще привет забыл передавать все хочу передать спрашивают когда уралу привет передашь уралу ребята привет вам всем сибирикам тоже привет